Москва, 24 мая, РИА Новости Комиссия Совета Федерации по информационной политике соберется 31 мая на специальное заседание, чтобы обсудить ситуацию с преследованием российских СМИ и, в частности, МИА Россия сегодня на Украине, сообщил РИА Новости председатель комиссии Алексей Пушков МИА Россия сегодня и портал РИА Новости Украина включены в обновленный санкционный список Киева, опубликованный в четверг на сайте президента страны Петра Порошенко Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к сайтам россиясегодня.рф, спутникньюс.чон, риа.ру, арспорт.риа.ру, одинприми.ру, реальты.риа.ру и риан.чон.уа Это будет специальное заседание, посвященное положению российских СМИ на Украине и последним решениям украинских властей о включении ряда из них в санкционный список Это не отдельные эпизоды, а очевидная политика, охота на российских журналистов, заявил Пушков По его словам, на заседание комиссии приглашены представители МИД РФ, с которыми будет обсуждаться необходимость ответных мер и их возможные формы Лично мое мнение, эти ответные меры необходимы. Делать вид, что ничего не произошло, и не реагировать уже нельзя, сказал председатель комиссии СФ Он добавил, что комиссия также обсудит положение с русскоязычными правозащитниками в Прибалтике В частности речь пойдет об арестованном защитнике русских школ Александре Гопоненко Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве Они провели обыск, который продолжался около 8 часов Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмений В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области Точка решетка Совет Федерации РФ решетка Россия решетка Украина